ПИПЕЦ Пипец! В смысле? Не навижу опаздывать, я сама немножечко опаздываю, потому что у меня разошелся замок на юбке. Более того, он полностью сломался, еще и колготки порвались. Пришлось покупать новые, возвращаться домой, переодеваться и дальше работать. Хорошо, что моя напарница, можно так сказать, все это терпеливо выдержала. Ну, какая-то напасть. После удачной съемки я обедала в Афтертейст очень вкусным круассаном с курицей и грибами. Встретила знакомую, выпила чай и неплохо провела эти полтора часа перед маникюром. У нас сегодня настолько сильный ветер, что деревья падают. У нас просто ураган какой-то. А то дерево упало на Побенде, прям на дорогу. Огромное дерево. Там шел человек, но мы можем не попасть и пока лечить. Это самое с машиной. Я сидела в кофейне, обедала. И я прям смотрю в окно и падает огромная ветка, такая гигантская ветка, которая тоже, может, просто улыбкает. Просто так, как красиво, синий ветер. Я сделала очень красивый маникюр. Мне так нравится. Я не знаю, как назвать этот цвет. Вообще, что это за цвет? Это какой-то серо-синий. Я хотела какой-то синий, глубокий, но такого именно оттенка, который я нашла в том Пинтересте, не было. В салоне я наткнулась на этот цвет. Вот он какой-то необычный. Я не могу никак его называть. Или графит какой-то. Я не знала, что это за цвет, но он тоже максимально осенний и очень красивый. Я люблю экспериментировать с оттенками. Очень люблю темные ногти, особенно в такую пору, когда холодно. И даже когда они отрастают, все равно это смотрится красивее, чем отросший нюд. Вот отросший нюд мне вообще не нравится. Я практически не делала нюдовые ногти как раз-таки из-за этого. И под вечер так-то похолодало. Вот мы думали, что сейчас ходить в кино, но не успели на те сеансы, которые нам подходили. Потому что он тоже был на игре сегодня. Они там третье место четырех заняли, правда. Но ничего, у него завтра еще одна игра, уже завтра более важная. Вот. И пока он приехал домой, пока он выполнил свою работу, пока я поработала и сделала свой маникюр, уже время такое к пяти. Поэтому мы пересечемся сейчас на малом рынке и попробуем сходить в сетимол, который вечно закрывается на тревогу, чтобы посмотреть там курточку, может, какие-то интересные мелочи. То, что я говорила в прошлом видео, что хочу посвятить время себе. Но так получилось, что даже те же колготки мне пришлось купить, не выбирая долго в удовольствие, а купить их быстро, потому что у меня порвались колготы, порвалась эта юбка, и все пошло вообще не по плану. И снимала я вообще вплоть до обеда контент. Поэтому такое. Но вы знаете, сегодня с съемки получила такое удовольствие, потому что я снова снимала с той девочкой, с которой работаю, и мы с ней очень хорошо сообщались. Она мне очень близка по духу, эта девочка. Она очень отзычивает тот момент, когда работаю в удовольствие. Потому что рядом правильные люди. Посмотрите, какой красавец. Я столько времени мечтала об этом теквином пироге. Все равно успевала его сама приготовить. И когда увидела Сильфо, поняла, что надо брать. Вчера же его не было вообще и близко. Сегодня приходим вечером с Лешей Сильфо. Стоят эти пироги целые. И я была, получается, первая, кто взял этот кусочек. Такой красивый, такой прям вот вау. Как-то надо. Надеюсь, он будет таким же вкусным. Но я сначала пьему душ, сделаю чай, только потом буду пробовать. Еще какого-то колгот сегодня. Хотела сказать, что может кому-то это интересно. В дуле скидки. Люди покупайте одни колготки, вторые по 50% скидки пойдут. Поэтому я купила себе вот эти телесные с сердечками. Они, кстати, еще и с поцелуйчиками сверху. И взяла черный 40D. Блин, красивые тоже колготы. Но надо еще покупать. Хочу, может, какие-то цветные. Или какие-то, знаете, сейчас есть прикольные, типа, белых, узорчатых, смахивающих на гипюр. Но такое тоже надо как-то правильно сочетать. У меня как-то и обуви особо нет в семье. Просто как-то так вышло, что у меня сломалась молния на ботинке. И у меня есть только казаки, которые тоже уже, кстати, ну, вид у них так себе. Они очень сложные в том, чтобы их совмещать со всеми вещами. И зимние сапоги высокие, и, собственно, все. И за сене обуви я вот сейчас ношу в основном кроссовки. Или кеды. А хочется какие-то челси или вот что-то такое. Ботинки какие-то надо покупать. Короче, кучу надо купить. Вся косметика закончилась в один момент просто. Вот я люблю, когда заканчивается все в один момент. Сейчас, наверное, пойду, буду собирать корзину на мейкап или на корейский. Не знаю. Это я, в принципе, люблю. Духи тоже закончились те, которые я заказывала в прошлый раз. Остались монталь. Но монталь такие. Они все-таки под настроение. Они достаточно тяжеленькие. Не всегда их хочется носить. Хочется что-то более легкое вот именно на каждый день. Поэтому еще какой-то аромат надо найти. Ну, ничего. Завтра у меня выходной. И единственный день воскресенье, когда я ничего не выкладываю. И этот день я выпадаю только раз в две недели. И завтра в этот день, когда я ничего не выкладываю. Но все равно подготавливаю контентом или план свой на понедельник. Так что завтра уборка. И, возможно, пойдем с души в кино и съездим все-таки в сетямо. Потому что сегодня мы не попали из-за того, что как только мы собрались сюда, объявили тревогу воздушную. Наконец-то воскресная уборка позади. Можно куда-то выбраться. Хотя далеко мы и надолго не выберемся, наверное. Потому что Леша сегодня получил травму. Вот. У него была игра. У него и так уже была травмирована то ли нога, то ли спина. Он сам не понимает, что у него травмирована, потому что болит нога. У него на бедре там гематома. Синяк большой. Но болит и спина, и нога. Ну, короче, прям он хромает очень сильно. Я ему говорю, давай в пятую поедем. Хотя он-то сам предложил в больницу. У нас там есть травматология. Не хочет туда. Записался на завтрак к частному доктору. Ну, вот. Ну, такое, знаете, этот футбол реально травмоопасный какой-то. Тот, кто на тебя упадет, ты прыгнешь не так. То мяч тебе в голову прилетит, то еще что-то. Ну, не знаю. Зато выиграли. Вот. Зато хотя бы выиграли. Мама с папой вчера привезли из Днепра мак. Мы вчера чисто по бургеру вечером съели. Они такие маленькие, старые эти бургеры. Прям малипусенькие. Может быть, я не знаю, чего-то недопонимаю или не помню. Но, по-моему, они не были настолько маленькие. Вот. Еще картофу нам привезли. Картошку мы сегодня ели на обед. Уже разогревали. И, кстати, разогретая картошка с маком еще более-менее. Особенно, когда часто не ешь в Макдональд. Может, в магазин-то едем. Может, в кино. Не знаю, куда. Как позволить Лешу на здоровье вообще провести сегодняшнюю вещь. Я так и проведем. А у меня еще сегодня эксперимент с красными носками. Я что-то смотрю. Все так классно экспериментируют с цветами. И с колготками, и с носками. Красный. Это вообще сейчас почему-то на пике, не знаю, красный, такой бордовый, винный. Красивая цвета, на самом деле. Я в этом сезоне вообще экспериментирую. Покупаю шось. Ну, в общем, почему бы и нет. Не знаю. Меня прям поперло. Я поняла, что самое крутое, это когда ты реально экспериментируешь и не боишься экспериментов. Где-то у тебя что-то не получится, где-то что-то не понравится. Но так ты ищешь себя, как-то себя выражаешь. Ну, мне это нравится. Это прикольно. Сегодня, если получится, куплю себе еще каких-то необычных колготок или носочков. Потому что это такая акцентная вещь, которая может очень-очень разбавить какой-то обычный образ. Это интересно просто. Нам повезло, что мы не попали на тревогу и могли спокойно походить по магазинам. Но делать в них было нечего, кроме как рассматривать весь этот хэллоуинский движ. Мне, если честно, нравится. Я кайфую от этого, хоть это не наш праздник, но мне просто нравится вся эта тематика. Все эти тыквы, все эти страшилки, все эти переодевания. Я тот человек, который любит смотреть всякие страшные фильмы и прочее. Ну, в общем, для меня это реально прикольно, и вся эта тыквенная тема как-то веселит меня. И я смотрю, что у нас многие магазины под этот праздник уже подстраиваются, что-то готовят, что-то продают, делают какие-то скидки. В общем, сумасшествие такое, ну, происходит тематическое. Я думала, мы что-то купим в Ситимоле такой, типа, курточки. Я хотела себе такой лайнер посмотреть или бомбер. Но у нас реально ничего нет. Выбор маленький и какой-то не кокущий вот серьезно. Потому я все и покупаю в интернет-магазинах. Я так померила один бомбер Вовк, поняла, что, может, мне он и не надо вовсе, как-то не очень идет. В том же тренче, мне кажется, я интереснее смотрю, чем в этом черном бомбере. Не знаю. То, как бывает, насмотришься всех этих образов в Инстаграм, все такие красивые, все такие разные, всех столько вещей. Думаешь, откуда у них столько вещей, где они их все хранят. Это просто 10 тысяч каких-то верхних одежек, обуви, туча просто. Ну, это такое. Это бывает со всеми девочками, такие помутнения. Но все-таки кое-что мы купили, такие приятные мелочи. И вернулись домой, потому что Леша очень сильно плохо. Он прям еле ходит, ему прям тяжело совсем. И решили ни в кино, ни в кафе никакие. Просто сделали покупки и вернулись домой. Он завтра утром к врачу, надеясь, что у него ничего серьезного. Но болит прям сильно у него, ему прям тяжело ходить. Сейчас покажу вам покупочки. Здесь у нас зелень. Причем зелень была только такая, что-то сельпо всю зелень сегодня убрали. Но она мытая. Вот рыба. Мы такую часто берем. Она реально вкусная. Это слабосольный лосось. Что там как протекать все равно? Кусочками. Но здесь 216 грамм за 150 гривен. И он реально классный. И в завтраке хорошо идет. Леша обожает там лес рыбы. Я как раз сейчас ему сделаю на ужин. Вот он себе еще, Леша, купил такой пирог. Огромный пирог с яблоками. Такой бюджетный. Ну, видно, что дрожжевое с яблочками. Будет на завтрак есть. Я такие пироги как бы не ем особо. Вот это, что вчера купила тыквенный. Ребята, он просто вау. Он очень вкусный. Такой, каким должен быть тыквенный пирог. Поэтому все пробуйте. Но я думаю, что если у меня получится на это время, мы с вами еще раз приготовим. Потому что это моя традиция. Я каждую осень готовлю тыквенный пирог. Никто в семье у нас больше его не готовит. Вот такая вот я скромная. Ваниль взяла. Потом на готовку луковицу. Одну. Все, как вы любите. Имбирь для Лешиного чая. Филе взяли. Это я завтра буду готовить что-то вроде курицы с картохой и грибами запеченными. То есть что-то такое максимально простое, но то, что иногда очень хочется. Йогурт без сахара Лешин взял на завтраки. Потом я взяла сейчас поужинать рыбку. Вот что-то захотелось жареной рыбы. Здесь хек и толстолобик. Вот попробуем. Потом еще из мяса взяли вот такую тушечку. Тушечку. Пол тушки, короче. Ее можно прикольно замариновать. Там траву, чесночок, масло и запечь. Тоже вкусно будет. Ну и картофель для завтрашнего моего блюда. Потом здесь вот такой сыр, тостовый чеддер. Мон, куда ты идешь? Давай на подоконник. Давай, Монон. Это тостовый чеддер. Я хочу сделать прикольные тосты на завтрак. Я покажу вам, если не забуду, как они туда делаются. Поэтому я купила специальный, буквально пару кусочков. Еще брикетный творог. Очень нравится от Мини Милк. Хороший брикетный творог, мягкий. Купила два соуса только потому, что у нас вообще ничего такого нет. И сегодня нам это нужно было. У нас была картошка фри, а соуса к ней вообще не было. Поэтому я купила обычный кетчуп. Ну, как бы иногда нужно. И купила свит чили соус. Я вообще, в принципе, соуса не ем. Но если будет какой-то такой момент, где пригодится, у нас хотя бы будет, ну, не знаю, хоть какой-то соус. Сметана. Я очень люблю есть вот такой творог. Сейчас я мешаю его со сметаной, каким-то посластителем, типа эритрита. И добавляю курагу. И получается такая творожная масса с курагой, которую можно купить уже готовую с сахаром. И можно сделать самостоятельно. Это Лешины кранчи, запеченные грибы на готовку мне. Тот самый хлеб, который пригодится для бутиков. А дальше уже такие мелкие покупки, которые сейчас я вам покажу отдельно. А, еще я купила жидкость зависти, Тимоли. Это то, что прям надо. Итак, немножечко милых, приятных покупок. Все-таки я купила колготки. Одни купила обычные, телесные, 40 Ден, потому что такие нужны. Мон, не трогай телефон, я тебя прошу. На это время, да, носить, как бы. И мне хотел... Мон! И еще купила цветные колготки. Мне очень захотелось купить зеленые колготы. Вообще, не знаю. Мне кажется, будет красивое сочетание с тем же свитером новым, коричневым моим. Ну, прикольный цвет. Он такой, как бутылочный даже. Не ярко-зеленый. Благородный, я бы сказала, зеленый. Ну, бутылочный, да. Че ты? Че ты? Вообще, там в Жуле сейчас много разных колготок. Противный, капец. Дальше. Дальше в Сельпо... Ой, в Сельпо. В Сетимоле была какая-то яморка. И там продавались всякие такие ништячки в виде свечек, украшений и прочего. Мы купили две вот такие вот классные свечи осенние ручной работы в виде горбуза. Леш, точнее, мне купил. Сиди тут поддакивать. Ты можешь не поддакивать? Че, я молчал. Ты сейчас не молчал. Я молчал. Ты купил, купил. Ты что-то сказал. Я? Не, пришли. Диана, у тебя какие-то проблемы? Посмотрите, какие красивые. Они так пахнут. Жал. Особенно вот эта. Мона. Да уйдет из кадра. Ну, елки-палки. Очень прикольная свеча. Одна 100 гривен стоит, которая побольше. Вторая 50. И в Юске еще купили вот такую татью. Ну, она нужна была, потому что некуда вот эти свечи ставить, чтобы зажигать. И тот же диффузор. Мне не нравится, что он просто стоит на тумбе вот просто так. Я давно хотела что-то такое купить. Поэтому распечатаю и поставлю свечи, диффузор. Да, будет классно смотреться. Ну, дерево в любом случае смотрится хорошо, я думаю. И Леша заходил в этот черри-бэри. Ну, это что-то типа ликвард, там, мармеладный джек. Ликвардный джек. Короче, он что накупил? Капец вот этих сладостей. Просто реально практически полкило. Куда тебя несло? Я даже не знаю, Леша. Ой, куда тебя несло? Сказали, она через час будет сидеть и куда-то отместить со мной. Ну, если бы их не было, я бы их и не ела. И даже им потом возле не было. Да не было, нет, конечно. И вот тебя повесло. Потому что ты сам потом жаловался, что это дорого вышло. Я не жаловался. Ну, не жаловался, я сказал, только не спрашивай, сколько это стало. Ладно, фу, не нуди. Охренеть! Я на тебя наеду, но ты еще не нудил. Да не наезжала я, Лянь. Ах ты, вот это домашнее насилие. Короче, такие дела. Пойду в душ и планировать работу на завтра. Потому что завтра уже надо будет выкладывать что-то. Завтра буду еду готовить. Завтра сходим к маме, наверное. Потому что там что-то бабушка передала, какие-то вещи мама хочет распределить. Посмотрим, что там бабушка передала. Было интересно. Все. До встречи. Утром на такси. На руках. На ногах.